всем привет ну а мы сегодня отправляемся с южного вокзала на балтийскую косу чтобы помочь местным жителям подготовить ее новому сезону 2021 поехали на сегодняшний день до балтийска отправляется по одному поезду в день в одну сторону и обратно на сегодня 18 апреля 21 на 8 10 поедем сегодня 18 апреля воскресенье поезда балтийска отправляется 8 часов 10 минут местного утра и у меня еще есть запасе полчасика до того момента пока мы отправимся на балтийск а сейчас на пятом пути стоит другой поезд которыми не надо садиться меня предупредили на кассе не сядь на этот поезд твой поезд следующая этот поезд отправиться сперва на стрельну на 7 45 так что послушаем советов опытных диспетчеров кассиров и подождем вот такой вокзал здесь приятный чистенько вот этот поезд на стрельню он чуть-чуть выглядит постарее чем ласточки вот она ласточка 1 2 не знаю такой же до балтийска поедет или нет посмотрим но еще тут на вокзале обнаружил дополнительные входы которые почему-то закрыты сначала думал что бетоном просто залита но нет закрыты металлическими листами так вот на каждой платформе тоже все закрыты отправляется поезд на стрельню и следующий должен подъехать наш на балтийск о задымил он не электричка или кримичка на чем он едет дымит-то прямо адский дизельный что ли напишите в комментариях на чем ездят поезда на стрельню явно не электричка но мы поедем в обратном направлении вон туда а вот и наш поезд подошел не электричка тот же самый что и на стрельню 8-10 балтийск в пути по моему час 7 минут ну что посмотрим что там внутри ну что не ласточка конечно можно сядем около столика чтобы немножечко позавтракать а так тоже езда 8 утра такие креслица по 3 там боковые вот прибыл поезд адлер калининград 8 часов 8 минут прибытия у него чё . по расписанию сходни прям кладут залив балтийская коса прибываем на станцию мечникова сперва а затем балтийск туманно немного на воде сходни прям поезд едет рядом рядом со водой интересно тут когда они затапливают территорию или нет напишите мне пожалуйста кто здесь место пути железнодорожные отапливается Вон там вдалеке коса виднеется А мы прибываем на станцию Балтийск Конечная Дальше пешочком отправимся На 10 утра А на пути с вокзала Мы проходим рядом с крепостью Пилао Но это не она Тут военные кораблики какие-то стоят А крепость расположена по другую сторону от этой дороги И вот она там вдалеке виднеется Пушечки стоят Заградительный ров Не знаю удастся ли там побывать или нет Не стоит туда вообще сходить Для тех кто едет на косу на собственном автомобиле Вот такой знак здесь по схеме погрузки Что вам как посещающим надо справа вставать Слева проезжают местные И местные имеют приоритет При заезде на паром Вот въезд вам справа В местном слева И вон она Паромчик Баржа Нет паром Какая баржа И касса здесь же Касса Туалет если что есть Место где посидеть В билетике с расписанием И ценниками На легковушку Правила 6700 рублей Выходит Предупреждает Что въезд Выпроднен за высокого уровня воды Пешеходы здесь проходят И все мы прошли Я прошел А вы будете заезжать Если будете на машинке Оттуда И потом прямиком На паромчик Вот сюда Их кстати два Вот слева Вестула стоит Она тоже ездит Плывет Идет 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 правильно Извините Не ездит А идет Ну а мы поедем на этом Как он называется Это у нас Нида Нида И вон туда Мы отправимся В сторону Маяка А там Вдалеке Виднеются Ангары И также Рядом С ангарами Заливчик Что ли так назвать Там Гидросамолеты Базировались И это Собственно Выезд В Балтийское море И где-то там Будем разгребать Сегодня Завалы А сегодняшнее мероприятие Организует Информационно-музейное Пространство Старый Люнец Восстанавливает Потихонечку Косу Военные Сооружения Молодцы Восстанавливает 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 Прибываем Прибываем Куча народу Паром Весь Забит Восстанавливает Повязали говнище тихонечко. Ну что, вот мы и на Балтийской косе. Уже немножечко тут прибрались во всяких складах. Куча, извините за выражение, говнища поубирали. Местные не рекомендуют крайне сюда на машине ехать в праздники, в летние дни. Тут говорят, назад потом на пароме на этом не выберешься. Огромные очереди, машин по 90 стоят. Также и на Куршскую косу. Многокилометровые пробки, паром один ходит. Второй, который я вам вначале показывал, рядышком был приспортован. Он не помещается здесь на местную пристань. Поэтому только один туда-сюда курсирует. У него, конечно, говорят, он без остановок начинает ходить, когда туристы приезжают. Но, тем не менее, все равно сначала вырпускают местных, военных тут куча. И ездят они в приоритет. Так что, ребятушки, старались тут, прибирались сегодня для вас, для всех. Приезжайте, мусор с собой забирайте. Не надо его здесь оставлять, тут его хватает. Здесь когда-то стояла большая пушка. Храняла въезд в залив. Тут можно было подняться, спуститься, чтобы что-нибудь починять. А там, вдалеке, виднеется въезд, залив, въезд. Не знаю, правильно ли его так будет назвать. Я привыком оттуда, спустился. Здесь, похоже, подавали снаряды. Тут кушечка была. Тут кушечка была. Пойдемте спустимся. Ну ладно, пойдем дальше работать. Детей тоже приобщают. Уборки, взрослые все уже кушают, отработали. Можно и отдохнуть немножечко. Вот старый линет, пожалуйста, приезжайте. Тут вам Михаил все расскажет, местный, военный. Молодцы, восстанавливают потихонечку. Приобщают всех к истории, к реконструкции всяким, восстановлению, к памятнику, архитектуре. Рекомендую, но без машины приезжайте. На 2 часа выезжаем в кучу народу. Прям толпа. Ничего сильно поснимать не успел. Работали. Отошли. Кстати, кто на машинах будет заезжать, не пугайтесь. Задом выезжать не будете. Пуаром по подъезду, по подходу вернее, развернется. Сейчас пока, скажем так, кормой вперед. Кажется, да? На самом деле нет. Носом. А потом кормой развернемся и поедем выходить. Славно потрудились сегодня. Сильно ничего не снимал, потому что, ну что я снимать приехал. Поработать приехал. Так, чуть-чуть вам расчищенное показал. Приезжайте. Помогайте. Мусор убирайте. Еще раз за собой говорю. Это первая партия вышла. Сейчас просто поснимаем, сколько народу там. Толпа. Это на 2 часа. В воскресенье еще не праздничные дни. Все, и самым последним автомобилем будут выезжать. Что-то я порядка 13 начинал. Первая выехала. Сейчас еще остальные посмотрим. Пока люди выходят, чуть-чуть с краев покажу. Прокопчик. МЧС России. МЧС. Там он новенький уже стоит, кто будет заезжать. Так, вторая поехала. Третья поехала. Покрупнее. Четвертая. Сейчас посчитаю и в конце скажу, сколько было их. Не, не мог я посчитать. Показать, вернее, седьмая. Не показать. Такие тачки тут есть. Восьмая. Девятая. Десятая. Одиннадцатая. Двенадцатая. Двенадцатая. Тринадцатая. И гелик последний. Гелик, конечно, как же не на гелике-то. Только на гелике, на косу и ездить. Конец. В общем, хотел закончить это видео в крепости Пилау, но там какой-то военный режимный объект туда только с организованными экскурсиями пускает. Поэтому сейчас не буду дожидаться поезда и поеду вот на этом автобусе 107. Он, кстати, отходит не прямо от автовокзала, а чуть подальше вот на этой остановке. Поехали. Ну что, подведем итоги нашего путешествия. Добрался я все-таки до ТЦ Европы. Не стал ехать до Южного вокзала. Возможно, и билет можно было подешевле до города купить. Потому что сначала она меня спросила, он говорит, до вокзала или до города. Но я что-то сказал до вокзала, потому что даже не подумал, где можно в городе выйти. Поэтому по ценникам 28 рублей я ехал до вокзала. Потом 91 рубль ехал на поезде до Балтийска. С Балтийска на паром туда-обратно 70 рублей отдал. И на автобусе, сколько вы думали, стоит билетик до Калининграда в обратную сторону. До Южного вокзала 144 рубля. 50 с лишним рублей дороже. Но зато не стал 4 часов ждать. За час 15 где-то я добрался до Европы. Поэтому можете посчитать сами, во сколько это путешествие до Балтийска мне обошлось. Встал я в 6.30, в 7 уже выехал, в 8.20 на поезде. И сейчас у нас уже 16.40. Я, можно сказать, в центре города. Ну что, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Хоть немного удалось показать самой уборки Балтийской косы. Но какое-то представление о том, как съездить до Балтийска вы теперь имеете. Всего доброго. Пока.